На столах продукты питания, за столами производители из Китая и России. Руководители пищевых производств обсуждали вопросы сотрудничества и товарооборота. Благодаря организованному подходу регионального центра экспорта, ярославские участники бизнес-миссии в Поднебесную преодолели 2500 километров по маршруту Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу. Основная задача – появление ярославских товаров на полках китайских магазинов. И вот договоренности достигнуты. Правительство России и Китая подписали договоренности о послаблениях в импорте мяса птицы. Для нас это также стало интересно. Фраза, которую мы услышали от одного крупного ритейлера с западным капиталом, что как только вы получите свое разрешение на импорт, мы готовы сделать первый заказ. Для крупных товаропроизводителей продуктов питания – это серьезный шаг. Так, уже в ближайшем будущем, после решения всех административных вопросов, в магазинах Китая появится мясо птицы из углича, шоколад из Варигова и продукция кофе-цикорного комбината в Ростове, растительные экстракты и каши. Был изучен ассортимент конкурентов и проведен ценовой анализ позиций в торговых сетях Китая. Центр экспорта будет в дальнейшем оказывать непосредственную поддержку и про прохождение сертификации, и в участие в выставках и конференциях. Для того, чтобы предприниматели, которые сейчас познакомились с Китаем, смогли в течение года полутора реализовать свои задачи по выходу на экспорт. Китай – один из основных торговых партнеров региона. Область уже успешно экспортирует продукцию высокотехнологичных предприятий на сумму в 296 миллионов долларов в год. А с января 2018 года губернатор Дмитрий Миронов возглавил Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития. В него входят 64 региона России и несколько регионов Китая. Главная задача – расширение международного сотрудничества. Ничего там, слава богу, уже основания. Все очень прилично. Парамочки запомбированы, три штучки. А это уже представитель малого бизнеса. Наталья Попова, руководитель сети стоматологических клиник, говорит, без сотрудничества с инвестблоком правительство и продуктивной работы с фондом малого и среднего предпринимательства не смогла бы купить необходимое оборудование для работы. За 10 лет 2 миллиона рублей, из них 500 тысяч в этом году. Деньги выдавали под 7,75%. Когда я первый раз узнала, мне казалось, что это катастрофа какая-то, быть такого вообще не может, это какая-то сказка. На самом деле пакет документов значительно объемный. Но сотрудники банка, девчонки такие хорошие, умненькие, молодые все, активные, дают очень хорошую информацию. А еще здесь помогают оформить те самые документы, ведут проект от и до. В первом квартале этого года план по предоставлению микрозаймов уже перевыполнен. 20 представителей малого и среднего бизнеса получили сумму в 33 миллиона рублей. 125 предпринимателей в прошлом году получили поддержку, они смогли сохранить более 2700 рабочих мест и более 300 рабочих мест они создали вновь. А еще почти в полтора раза заплатили больше налогов, что важно, средства на поддержку бизнеса государственные. Поэтому получить льготный процент по микрозайму могут предприниматели, ведущие чистый и открытый бизнес, не имеющие долгов по налогам и другим кредитам. Светлана Доброхотова, Денис Сахаров, День в событиях. Продолжение следует...